Вот ведь слава и мощь телевидения. Вот оно место, самое раскрученное и самое востребованное. Вот здесь, в субботу и воскресенье, народ стоит в пробках, затариваясь самым необходимым, по самой доступной цене. И нас в этом сюжете волнуют естественные игрушки. Да потому что кошмар и валидол при посещении торговых центров навевают на мысли о людях сумасшедших, зарабатывающих на самых мелких. Нет, ребята, нам с вами не по пути. Нам по пути с Орионом. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, папа, тебе что, штуку жаль? Вот мне лично стало бы плохо, потому что на тысячу рублей, извините, купить-то особо ничего не удастся. А мы пришли сюда, в Орион, чтобы вам продемонстрировать, сколько счастья можно ребенку за какую-то тысячу рублей купить. Сразу оговоримся, имея столь мизерную по магнитогорским ценам сумму, без клевой игрушки вы не уйдете. Самое интересное, что выбор игрушек здесь потрясающий. Вы не будете часами бродить в поисках нужного в состоянии шока от огромного и никчевного разнообразия. Да здесь просто нет игрушек, подготовленных продавцами с больным воображением. Сумма, да? Тысяча рублей. Для большого человека сумма тысячи рублей – это вообще ничего не значит. Вы даже не можете в магазин сходить и потратить там. А для ребенка – тысяча рублей. Какое же это счастье? В том числе и для девушки. И для девочки имеется в виду. Давайте оговоримся, что в Орионе за тысячу рублей можно много чего купить. Тысяча рублей. Двести восемьдесят. Двести. Неплохой такой телефончик. Еще двести рублей. Вот. И еще. Немногим больше. То есть, представляете, за какую-то одну бумажку, за которую, в принципе, купить-то нечего, вы для своей дочки покупаете счастье минимум на месяц. Так что раз в месяц – это в Орион. Самое лучшее впечатление от детства у меня, кстати, были от игры настольной – хоккей. И, казалось бы, все порушено. Казалось бы, что Россия куда-то исчезла с рынка игрушек. А вот нет. И в Омске делается тот самый хоккей, в который играть-то очень интересно с ребенком. Это лучшая развивающая игрушка. Тем более в городе, который просто фанатеет от хоккея. Да, и цена вопроса. Тоже укладывается в ту самую тысячу. Восемьсот девяносто. И у вас настоящий хоккей. И вот меня же в дрожь бросает от некоторых фактов. Гуляют дети и играют в войнушку. Но какие мальчики не играют в войнушку? И пытаются стрелять, извините, граблями. Да что же такое творится-то? Когда у Ориона есть великолепный набор исключительно качественных, ну пусть немножко потрепанных, ну, рабочих игрушек. При этом снайперская винтовка это 120 рублей. Автомат Калашникова 120 рублей. Ну и так, можно и за 100 что-то выбрать, что очень похоже на настоящую игрушку. В смысле, на настоящее оружие. С Орионом-то можно играть всю жизнь. И не в зависимости от того, сколько вам лет. В том числе и такому дяденьке, как я. Потому что есть игрушки и для взрослых в том числе. И для тех, кому более, там, сколько, 10 лет. Дело в том, что войнушка-войнушка, и когда в тебя шарик попадает, это немножко, ну, другие ощущения. То есть попал, все, сдался. Но вместо того, чтобы платить 15 тысяч рублей за игрушки, которые продаются для взрослых, можно то же самое, в том же размере, купить за 450. И давайте поиграем. Ведь нормальному стрелку-то важен один выстрел. Попал и все. И для тех, кто все-таки хочет не только играть, но и музицировать вот эти синтезаторы, ну, они чуть-чуть дороже, чем 1000 рублей, но они, поверьте, того стоят. Вот есть здесь в Орионе такие игрушки, на которых я лично поставлю свой знак качества. И для этого вам не надо куда-то бегать и искать магазины с дорогими игрушками. Радиоправляемые модели. Они, вот, мне чем нравится, тем, что они проверенные. То есть хозяин настолько продвинут по игрушкам, что прежде чем затарить ассортимент, он выберет. К примеру, вот такие машины. До 680 рублей. У нас дома вот этот Nissan Skyline. Но здесь из той же серии есть и Porsche, и Ferrari. И они клево гоняют. А теперь, вернувшись в то время, когда я уже не помню, вот, были такие в детстве в нашем гараже. То есть машинки можно было в трех уровнях гонять. Они здесь есть. Но самое интересное, вот эти наборчики. Brand 10. Они на батареечках. И целый лабиринт. И машинка гоняет просто как сумасшедшая. То есть у ребенка будет замечательное впечатление. Кстати, цена такого набора 700 рублей. И останется еще кое-наче. Папа, наверное, имеет те самые 680 рублей для такой машинки. Да-да. Вы, наверное, вот можно молодого человека развернуть, чтобы он показал эту машину в кадре, да? Такое же бывает, ты заходишь в магазин с игрушками, да? Да. А там какие-то цены 1500-2500 рублей. Аж дрожь берет. Этим и славятся наши сетевые магазины. Не правда ли? Да-да. Мы вот постоянно здесь посещаем. Бываем здесь часто. По ценам очень разница большая, чем, допустим, на рынке. Я получаю несказанное удовольствие, когда трачу для ребенка те самые 1000 рублей, которые, в принципе, на которые сейчас ничего не купите. Вы не сильно себя сейчас ограничиваете в игрушках? Да так-то нет. Да это просто надо делать. Просто надо вспомнить то время, когда папа решил не жить с мамой, а мама решила зарабатывать деньги. Вот. И, конечно, с игрушками тогда была засада. Я, знаете, что делал в детстве? Я очень много времени проводил в магазинах игрушек. Просто было до боли обидно, что кто-то это может купить, а я нет. А теперь подумайте, что когда папе стало вдруг внезапно абсолютно начихать на себя, он решил задуматься о том, чему ему в детстве не хватило. Тем более, что молодой человек-то есть вон там. Слышите? Музыкальное сопровождение. И что я возьму обязательно? Прямо сегодня, сейчас. Вот такой автотрек. И что, что ребенка полтора года? Зато, вы знаете, если папа с сыном проводит минимум 10 часов в день, то как-то интеллектуальный уровень у него повыше стал. А что меня исключительно радует, так это количество народу, приезжающих в Орион. Такое впечатление, что Магнитогорск все-таки прозрел. И чудеса, и счастье свое видеть стал в детях, а не в автомобилях, сотниках и приятелях, нуждающихся. В вас только, когда у вас есть деньги. Ведь самое честное, самое родное и самое дорогое находится в том возрасте, когда счастье для него – это копейки для родителя. Конечно, если родитель правильно понимает, где все это возможно. Но если не доходит, то объясним по-жёсткому, как в рекламе. По вокзальной, в сторону соленого, до хладокомбината, или что там от него осталось, не доезжаем, поворачиваем направо, через два поворота еще раз направо и приезжаем в «Орион». Я вам просто объяснил, сколько реально можно счастья ребенку за весьма скромную сумму купить. И вам уже нет необходимости куда-то в другое место ехать и даже в любой магазин заходить, потому что там в два-три раза дороже. Или на 100, 150, 200 рублей. Счастье оно здесь, на вокзальной 5-2 в «Орионе». Счастье дешевое и доступное.